Напоминаю, что меня зовут Надежда Ершова, я являюсь бессменным ведущим длинной серии вебинаров на тему стеклянного дела. И я практикующий архитектор и дизайнер, потому что могу рекомендовать какие-то интересные вещи из области дизайна и архитектуры. И напоминаю, что у нас, конечно же, это не академия и не университет с обязательным образованием и выслушиванием лекций. Круг вопросов, которые мы решаем, очень широк. Мы пытаемся коснуться с вами практически всех сфер стеклянного дела, которые касаются и дизайна, и архитектуры, и может быть каких-то еще мелочей. Причем этот круг постоянно расширяется, поскольку с каждым годом информации и различных инноваций становится все больше. Поэтому, даже если кажется, что мы это уже проходили, на самом деле, скорее всего, мы получим что-то новое. Ну и особенность вебинаров в этом году заключается в том, что мы рассматриваем концепции реальной перепланировки различных помещений. От жилых до в планах у нас стоит еще и общественных разных типов. И как можно применять в повседневной жизни различные стеклянные и околостеклянные конструкции. Поскольку для нас это еще все-таки довольно экзотично, применять в квартирах что-то стеклянное в больших количествах. Сегодняшний наш вебинар посвящен перепланировке однокомнатной квартиры для семей из трех человек. Поскольку на предыдущих вебинарах у нас уже были разные однушки и разный состав семей. Плюс на прошлом вебинаре мы рассмотрели утепление лоджий, которые случаются у нас практически в каждом проекте. Утепление остекленных лоджий. Поэтому, если это интересует, можно поднять документацию по предыдущему вебинару на сайте компании Титан. Итак, начнем сегодняшнюю тему рассматривать. И что у нас с вами... Нам нужно сделать перепланировку однокомнатной квартиры, где только одно жилое помещение для семьи из трех человек. Это молодая семья. Родители работают менеджерами. И ребенок младшего школьного возраста. Лет 7-8. То есть, ему уже требуется какое-то свое помещение. И, соответственно, эта задача перед нами стоит. Что мы имеем в виде доставшейся нам для переделки квартиры? Не сказать, что это самый плохой вариант. Наоборот. Считается, что это квартира улучшенной планировки. Но и по площадям мы видим, что достаточно большая для однушки. В прошлом веке в такую квартиру умудрялись впихнуть три комнаты. И, собственно, у нас с вами положение гораздо лучше к рассмотрению. Итак, это однушка улучшенной планировки. Это серийная квартира. То есть, она достаточно широко строится. Это один из отдаленных районов Москвы. Из плюсов у нас здесь. Большая площадь жилой комнаты и кухни. Раздельный санузел. И достаточно просторная прихожая. Плюс у нас есть уже существующий гардероб. И существующие остекленные лоджии. Лоджии мы сегодня не касаемся. Если мы ее собираемся утеплять, то весь материал на прошлом вебинаре мы рассмотрели. Ну, такой интересный, актуальный. Как это лучше сделать. А касаемся мы сегодня только внутренних помещений. Плюс у нас еще достаточно нестандартные очертания жилой комнаты. Как вы видите. И они не сказать, что вы очень комфортны были для психологии. Для психики человека. Поскольку, когда человек заходит в квартиру и наискосок у него получается такой эркер. У него может закружиться голова. То есть многогранник такой. Он не всегда хорош. Это, конечно, придает некий шарм. Но было бы лучше, если бы он был, допустим, симметричный. То есть был бы еще один скос справа. И тогда был бы действительно уютный угол. Сейчас просто вот такое архитектурное излишество у нас получается. Нам с этим придется работать. Еще раз повторяю, вариант не самый плохой. Хозяева пожелали получить отдельное помещение для ребенка. Причем достаточно на вырост. То есть на несколько лет вперед. И согласны на уменьшение, допустим, размеров прихожей. Поскольку гардероб тут есть. И одежда убирать есть куда. Не обязательно. И другие вещи. Плюс они также согласны на совмещенный санузел. Раздельный санузел, конечно, более комфортный вариант. Но можно принять во внимание пожелания заказчиков. И, в общем-то, с этими исходными мы начнем работать. По окончании беседы с заказчиками у нас получилось вот такое функциональное зонирование. Схемы функциональных зон делать очень полезно. Поскольку в голове укладывается сразу, какие помещения нам предстоит сделать. И что именно будет их наполнять потом. Итак, нам нужна зона коммуникации, которая включает в себя, во-первых, прихожую. И, во-вторых, что-то типа коридора в открытом пространстве. Почти лофта. Который соединял бы прихожую. И как бы разделял две функциональных зоны. Это зона отдыха. И жилая зона. Она же будет у нас для взрослых. И зону приготовления и принятия пищи. Это общая зона получается у нас. Зона отдыха и жилая зона для взрослых. Она же будет играть роль некой такой гостиной. Спокойной. Еще роль гостиной может играть также зона приготовления и принятия пищи. Мы посмотрим, как это получится. Зона санузла у нас меняет очертание. Она выдвигается влево. И, имея достаточную площадь, получается, получает достаточное место для оборудования, размещения оборудования. Ну и как обыграть ее мы тоже посмотрим с помощью стеклянных конструкций. Также у нас отдельно выделена детская зона. Ее мы как раз помещаем в эркер. Здесь у нас было несколько вариантов, как можно разместить эти зоны. Остановились на данном, поскольку можно, опять же, с помощью стекла получить нормальную инсоляцию в помещении для взрослых. Ну и зона подсобная у нас осталась на месте. Мы ее не трогаем, потому что, раз уж у нас есть гардероб, зачем делать лишние движения. Здесь именно оформление гардероба, оформление входа будет играть решающие значения, решающую роль, то есть. И, опять же, с помощью стеклянных конструкций. Здесь у нас их будет, несмотря на ограниченность помещений, достаточно много. Будет ли это принято все или какая-то часть, это уже покажет дальнейшая разработка. Но как концепция у нас пойдет наполнение стеклом и аналогами стекла. После изготовления функциональных зон мы приступаем к перепланировке и получаем вот такой состав помещений и такие их очертания. То есть у нас, получается, гостиная и спальня. Это для взрослых. Ну и в то же время, конечно же, в дневное время это будет общая комната. Не комната, а пространство, потому что мы получили несколько типов пространства. Еще раз напомню, у нас есть открытые помещения, помещения открытого типа и помещения закрытого типа. Закрытые помещения у нас получились, здесь это детское, санузел. Если не считать, что он помещен, то есть внутри себя он получился тоже открытый. Прихожая и гардероб. Открытое помещение – это у нас кухня и бывшая жилая комната. Слияние двух этих комнат дали вот такую композицию. Здесь, конечно, встает вопрос, что отгородив эркер перегородкой, мы создали как бы такой глухой угол, но, опять же, стеклянные конструкции приходят нам на помощь, причем именно так, чтобы было всем комфортно, чтобы и изолировать, что надо, и открыть, что надо. Таким образом, мы получили достаточно комфортную планировку для данной семьи с учетом всех их пожеланий. И сейчас можно рассмотреть, как же все это выглядит на самом деле. Начнем с прихожей. В сдержанных бежево-сероватых тонах у нас получается и сразу же в глаза бросается стеклянная дверь светлого дерева в санузел совмещенный. Основной изюминкой этого проекта является применение аммотированного, скажем так, узорчатого стекла. То есть это стекло, как бы составленное из кубиков льда или из пластинок льда, замерзшей воды, практически непрозрачный, но хорошо пропускающий свет. Поэтому во все помещения, где вставлены такие стекла, получается второй свет. В данном случае из прихожей в санузел. Причем это еще хороший декоративный такой элемент. В этом ничего особо сложного нет. Сейчас на любой вкус и цвет есть различные виды стекла, поэтому заказать такую дверь не особо сложно. Единственное, что надо смотреть на характеристики производителя, чтобы дверь действительно была качественной по всем параметрам, в том числе и по стеклу. Это узорчатое стекло очень хорошо сочетается с неброской плиткой на полу, которая имитирует текстуру ломаного камня, такого колотого, можно сказать, берегчей, но не блестящей. И с такими интересными обоями на стенах, которые отсылают то ли к руку-ку, то ли к модерну, то ли к ар-деко немножко. В целом, по цветовой гамме прихожая получается хоть и сдержанная, но достаточно интересная из-за этих обоев и из-за применения узорчатого стекла. Это вставлено в створки дверей в гардеробную и входных дверей раздвижных в жилые помещения. Вот справа мы видим двери у нас раздвижные с верхним механизмом, то есть они беспороговые, что очень облегчает работу. Не надо делать никаких конструкций в полу и это, конечно, большой плюс. Ну и смотрится это все очень нарядно и в то же время не броско. То есть независимо от того, что здесь есть какой-то узор, а узор это, как я вам уже говорила, застывшая вода, как бы лед, он очень сдержанно себя ведет. Ну и обстановкой прихожей, она у нас минималистическая получается. является также яркий фиолетовый куфик и зеркало, которое прислонено к стене. То есть из стеклянных изделий здесь у нас еще зеркало существует, сделанное на заказ. В принципе думается, что оно будет с фацетом, то есть со скошенным краем, что добавляет изящество изделию из стекла или зеркальному изделию. Так примерно это выглядит. Достаточно интеллигентно, изящно и опять же без лишних предметов. еще одна изюминка прихожей это светильник сделан на заказ из акрилового стекла и с боковинками отделанными пленкой, которые имитируют также лед, то есть повторяет узор на дверях нашей прихожей. пожелание хозяйки было, чтобы она была, чтобы прихожая была изящная, не суровая, то есть лофт и старый камень категорически не подходил, поэтому мы сделали в таком стиле. Далее сквозь раздвижные двери мы заходим в основное жилое пространство и вот здесь конечно есть где разгуляться, есть что сделать. Ну, во-первых, сверху на переднем плане у нас проглядывает подвесная конструкция из-за акрилового стекла, но о ней мы поговорим чуть позже, поэтому сразу обратим внимание на стеклянные раздвижные двери входные в данную зону, на стеклоблоки слева от дверей, на акриловую мебель на переднем плане и на шкафы со стеклянными дверцами, один в зоне кухни, столовой стоит у нас ближе, а второй дальше в зоне гостиной. Там уже у нас шкаф-купе и мы об этом поговорим чуть позже. То есть сразу же на первый взгляд наполненность стеклом у нас достаточно большая, чуть ближе, чуть более другой ракурс и сразу видно, что всталок со стеклоблоками у нас две. Это перегородка, которая отделяет кухню от санузла, таким образом обеспечивая и еще освещение сквозь стеклоблоки, плюс прихожая у нас освещается вторым светом через стеклянные раздвижные двери и оттуда же через стеклянную дверь в санузел попадает часть света, то есть такой довольно комфортный уровень инсоляции для санузла мы обеспечили. Стеклоблоки у нас с кристаллической структурой сейчас такие в больших количествах есть единственное что они у нас нестандартной формы и для них нужно делать модульную систему модульную систему может быть из пластика может быть из гипсокартона то есть здесь нужен просто грамотный расчет чтобы сделать вот такую картину на стене вообще стеклоблоки я бы хотела чуть-чуть подробнее остановиться на них это не что-то новое для нас они уже в прошлом веке уже так скажем в тысячелетии были у нас на глазах единственное что изменились их качества и изменился их внешний вид мы в 20 веке привыкли к ним как части каких-то общественных интерьеров в основном зеленого цвета но сейчас стеклоблоки естественно имеют самую разнообразную форму это и квадрат и прямоугольник и даже треугольник и круг то есть все что хочется можно сделать естественно сложные формы это эксклюзивные стеклоблоки так называемые старглаз и их конечно делают на заказ и для них делаются специальные как раз модули конструкции примерно такие же как мы запроектировали в нашем случае хочу сказать что у стеклоблоков очень много плюсов например это высокий уровень светопропускания особенно если это стеклоблоки прозрачные но у наших должен быть такой поскольку они действительно не окрашенные и только имеют фактуру у них очень хорошие тепло и звукоизоляционные свойства высокая трещиностойкость то есть они способны хорошо сопротивляться разрушению если нечаянно ударить то разбить сложно низкая пожароопасность то есть у них прекрасная огнестойкость и экологическая чистота поскольку как все знают стекло это химический инертный материал ну и что еще хорошо в данном случае что низкая травмоопасность которая проистекает от высокой прочности и если вдруг по очачаянии стеклоблок разбивается то осколки поврежденного элемента падают внутрь плюс для ванной что хорошо это то что стеклоблоки устойчивы к появлению конденсата и здесь должно быть отсутствие грибков и плесени хорошо чистится это уже еще один плюс и не требует особого ухода и плюс также это различные виды текстуры и фактуры то есть мы можем и матовые стеклоблоки и глянцевые почти зеркально отполированные и рельефные светонаправляющие и светорассеивающие у нас в данном случае светорассеивающие создающие мягкий рассеянный свет витражные стеклоблоки можно вообще окрасить на любой вкус и любой рисунок и декорировать любыми вставками от всяких морских предметов до целых сюжетов внутри это просто очень большой кладезь различных плюсов опять же ну и наша перегородка как перегородка включающие из себя декоративные или их еще называют интерьерные и стеклоблоки она очень хорошо вписывается как раз в зону санузел и кухня и там и там нужны именно эти свойства плюс еще высокой эстетичности шкаф который вы видите он со стеклянными распашными дверцами с ним конечно надо работать аккуратно но сделан эти дверцы запланированы из закаленного стекла поэтому имеют достаточно высокую прочность насчет акриловой мебели мы поговорим чуть позже а пока рассмотрим в нескольких ракурсах то что предлагается все те же входные двери которые органично сочетаются с дверьми шкафа купе которые разделены на несколько уровней то есть собственно шкаф купе и там вверху еще антресоли предлагается сделать эти двери из акрила в избежание травмоопасности поскольку здесь все таки очень ходовая часть такая и зона отдыха но с помощью нанесения рисунка имитировать лед такой же в точности как на стеклянных дверях ну либо такой же в точности либо очень похожий на него как получится в данном случае такие двери дают нам легкость визуальную легкость интерьера то есть они не загромождают ничем лишним пространство поскольку оно получилось не очень большое пространство гостиной это действительно такой гостиный уголок гостино-спальный но именно с помощью изящного такого стекла или акрила мы можем придать ему во-первых необходимый шарм во-вторых зрительно разгрузить ну и создать достаточно хорошую емкость для хранения нужных вещей стекло или акрил очень хорошо сочетается со всеми материалами как вы видите у нас основное изонирование происходит по полу то есть половое покрытие у нас различается и по стенам потолок мы оставляем гладким это либо выровненный обычный потолок штукатуренный либо натяжной матовый почему потому что высота помещения у нас не самая большая если на одном из вебинаров у нас был очень высокий потолок и была возможность сделать двухъярусное размещение предметов то здесь у нас такого не получится поэтому лучше отказаться от зонирования потолка по высоте но зато здесь у нас различные материалы на полу применяются и на стенах и стекло и акрил которые мы применяем очень хорошо с ними сотрудничают на стенах здесь обои по типу армании на полу в гостиной у нас ковер ковровое покрытие с геральдическим узором то есть достаточно такое строгое в то же время не бросок роскошные и цвета как вы видите в основной отделке опять же сдержанные а мебель и аксессуары вполне могут содержать себе яркие цвета или локальные достаточно сочные стекло этому не мешает посмотрите как сочетаются пол и различные предметы плюс мы подошли к интересному варианту применения стекла как ленточное остекление с правой стороны вдали у нас в перегородке вверху ленточное остекление опять же в рамах светлого дерева повторяющего двери и шкафы и конечно же вставлено стекло такое же чтобы достаточно пропускать света из детской комнаты и в то же время оно не прозрачное то есть не напрягает отсутствием конфиденциальности и еще раз повторяю это светорассеивающее стекло которое позволяет создать мягкое рассеянное освещение очень комфортное для человека вот таким образом выглядит у нас гостиная и дополнением к стеклянным изделиям у нас стеклянный столик и то есть столик со стеклянной столешницей и плафон из комбинированного стекла его можно либо подобрать либо сделать на заказ вид из кухни у нас в детскую также стеклянная дверь в деревянной столярке из светлого дерева то есть двери у нас однотипные не вызывающие какого-то культурного шока напоминаю что стекло в этих дверях у нас имитирует пластины льда то есть оно достаточно светопропускающее и в то же время непрозрачное узорчатое очень хорошо отражает все что есть в комнате и создает игру не только света и тени не только фактуры неровностей но и также различных цветов которые попадают в поле зрения данной двери ну и сразу раз на переднем плане у нас оказалась все таки мебель акриловая то хочется сказать несколько слов и об этом это в простонародье у нас называется оргстекло он еще как-то назывался плексиглас еще у него есть такое длинное название полиметил метакрилат но мы будем говорить либо оргстекло либо акрил это нам привычнее так вот здесь у нас акриловая мебель полностью и акриловая конструкция сверху над обеденной зоной которая является как бы частью подвесного потолка во-первых а во-вторых как бы является местом для светильников над этой конструкцией вмонтированы точечные светильники потолок она состоит из нескольких частей и в проекте она выглядит монолитом на самом деле она из легких частей состоит из легких деталей и выход из строя одной из деталей может не влияет на функциональность всей конструкции ее можно легко заменить это акриловое стекло окрашенное такой тонированное но у него очень хорошая прозрачность вообще у акрилового стекла прозрачность где-то свыше 90% то есть оно не хуже обычного пропускает цвет плюс с увеличением толщины напоминаю обычное силикатное стекло у нас зеленеет и становится более мутным с акриловым такого не происходит цвет он не теряет и прозрачность у него остается высокой достаточно почему акриловая мебель в данном случае потому что высокая прочность акрила в 5 раз выше чем у простого стекла и при ударе не получается таких осколков стеклянных это очень важно для безопасности эксплуатации мебель в принципе можно подобрать практически любого любых очертаний любой формы поскольку акрил высокопластичен и легко поддается деформации еще один конечно большой плюс то что акрил легкий если бы подвесная конструкция была из стекла она бы конечно была очень тяжелая но акрил в 2,5 раза легче чем обычное стекло поэтому мы остановились именно на таких вариантов недостаток конечно есть у акрила их несколько первый это очень большая чувствительность к царапинам поэтому аккуратно надо обращаться с поверхностями однако напоминаю что у стекла тоже чувствительность к появлению мелких трещин и это уже является практически смертью всей конструкции когда трещины пошли и у акрила еще минус что он хорошо впитывает красящие вещества поэтому со всякими красителями соками и так далее тоже надо быть аккуратным в целом плюсов все-таки больше чем минусов и правила безопасности работы с акрилом если их учитывать если их соблюдать то он прослужит очень долго он очень долго не теряет своих свойств ну и можно наслаждаться интересными интерьерами в нашем хрустальном небросском царстве должны быть какие-то акценты и это как вы видели это мебель в гостиной и различные аксессуары яркие картины шторы подобранные под колористическую гамму картин и на стеклянном фартуке повторяется печать картины которой на стене то есть у нас есть такие цветовые акценты которые вытягивают глаз в целом не загромождая весь интерьер фартук предполагается из закаленного стекла скинале и он имеет хорошее качество обычно то есть долговечный прочный хорошо поддается обработке но опять же напоминаю что его надо беречь от ударов и царапин потому что это уже такая фатальная вещь для любого стеклянного предмета ну и акрил который в данном случае у нас также слегка повторяет фактуру льда он очень хорошо сочетается как со стеклом так и с другими материалами и с металлами блестящими которые у нас намечается иметь на кухне как холодильник как детали плиты и мойки различные хромированные в целом получается достаточно изящная легкая картина потому что мебель закрыла такого она не загромождает помещение и наоборот подчеркивает придает какую-то легкость и в сочетании со стеклоблоками со шкафом со стеклянными дверцами у нас получается достаточно изысканный вариант и не сказать что это кухня это скорее всего действительно столовая гостиная которая плавно перетекает в место релаксации место отдыха и тихую гостиную спальню которую мы видели ранее на этом представительная часть вебинара закончена я надеюсь что вы получили достаточно интересной информации и действительно очень интересно когда в обычную однокомнатную квартиру можно разместить столько интересных изделий из стекла и тому подобных материалов единственное что конечно стекло вещь не дешевая особенно стекло специальное и надо рассчитывать на сколько лет нужно это помещение стоит ли вкладываться так но с другой стороны иметь такую квартиру студию так изящно обставленную вполне вполне стоит того если у вас есть какие-то вопросы или что-то подобное можете задавать их во вкладке общий чат или во вкладке вопросы то что-то так . и вак Да, раздвижные двери предполагается строить в проем там специальный механизм. Эта концепция пока что, конечно, там нужно проводить очень большие конструкторские разработки, надо подбирать специальные производители этих дверей. Ну и у каждого производителя, как вы хорошо знаете, своя методика, свой каталог имеется в наличии и конструктивные решения там зачастую описываются. В серванте, да, фурнитура мебельная, поскольку это у нас идет как мебель, а не как вход. Здесь тоже надо подбирать ее очень тщательно, поскольку она крепится непосредственно к стеклу, эта вещь такая кропотливая. Оно, понятно, да, будет скапливаться пыль и грязь, придется убирать, но тут уж придется жертвовать чем-то. Либо загромождать пространство дверьми, либо обращать внимание на уборку специальную. Но опять же, здесь еще есть возможность подумать, поскольку это только, как бы сказать, форм-проект, это концепция. Во время разработки рабочего проекта, даже дизайнерского и архитектурного, многие вещи изменяются. И поэтому, может быть, изменится и вот это положение с раздвижными дверьми. Мы еще будем думать. Но ваше замечание очень дельное, Марина. Спасибо. Действительно, это так. А что бы вы посоветовали? Спасибо. Ладно, мы обдумим этот вопрос, потому что действительно есть такое дело. Хозяин, вам больше понравился вариант скрытый, поскольку он смотрится как бы более эстетично с их точки зрения и меньше занимает зону паркинга, так скажем. Но мы посмотрим. Действительно, это стоит так думать. Спасибо большое. Очень хорошее, кстати, замечание. Действительно. Может и стоит убеждать именно в этом направлении. Спасибо. Да, это еще и сложновато. То есть, помимо плюсов раздвижных дверей со скрытым треком, у нас есть несколько минусов. Но это как и у любого варианта. И здесь, конечно, да, решать хозяевам, хотят ли они таких проблем или все-таки надо как-то по-другому будет решить. Спасибо вам большое. По дверям мы все поняли. Это очень дельное замечание, профессиональное. Если что-то еще есть по другим частям нашего вебинара, можно написать. Если все остальное понятно, я надеюсь, что понятно, да? Так, просто светильник и закрыло. Это не столько светильник, сколько подвесная конструкция на металлических, скажем так, штифтах. Но там есть специальные конструкции для этого. А светильники вмонтированы в потолок. Скорее всего, потолок у нас будет натяжной матовый, и в него вмонтированы светильники. А конструкция из акрила играет роль части подвесного потолка, которая как раз и закрывает эти светильники. Там, конечно, тоже скапливается пыль и грязь. Придется убирать и пылесосить, но на это люди идут. Если про светильник в прихожей, то это обычный призматический плафон, где стенки вставлены в конструкцию из металла. Металлический каркасик такой. И там нанесен узор на акриловое стекло, имитирующее также ледяные изморозь. Он может быть не только акриловым, он может быть и стеклянным, кстати. То есть есть два варианта, из чего его сделать. Либо его можно опять же подобрать уже готовый. Сейчас большое разнообразие светильников. Я ответила на ваш вопрос? Очень хорошо. Большое спасибо вам, Марина. Действительно, очень хорошее замечание вы сделали. И вопросы очень по существу. Надеюсь, что вебинар был интересным и полезным. Буду стараться, чтобы и дальше было все так же. Следующий вебинар у нас запланирован на следующей неделе, на 9 марта. И, надеюсь, праздник нам его не испортится, как бы, скажу так. Жду вас на следующем вебинаре. Всего вам доброго. Удачи во всех делах. И с наступающим праздником вас поздравляю, поскольку у нас тут прекрасные дамы сегодня. Пусть у вас все будет хорошо. Я тоже вас жду. Всего доброго.